Алексей Левченко, российский журналист, присоединяется к нам. Приветствую, Алексей. Добрый день. Добрый день. Мы начнем с того, с вот этих вот арестов в Министерстве обороны. Попробуем понять вместе с вами, что это означает. Юрий Кузнецов, до этого Тимур Иванов. Это чистки? И если это чистки, то под кого они решили этим заняться? Так, у нас проблемы какие-то со связью. Не слышите, да. Я вижу. Ну, перерывается просто связь. Сейчас, ну давайте попробую ответить. Физикальная служба безопасности, в частности управление контрразведки, давно точила зуб на Министерство обороны, на тех, кто работает на Фрунзенской набережной, на Арбатской площади. Это очень лакомый кусочек. Понятно, что там идут огромные потоки через Министерство обороны денежные. И ФСБ всегда было заинтересовано в том, чтобы взять их под контроль. Поэтому донесение о том, что есть проблемы с коррупцией в ФСБ, они шли практически, из ФСБ в Кремль шли практически постоянно с начала войны. Но мы видим, что только перед непосредственно самой сменой правительства была дана отмашка на то, чтобы эти дела запустить. Хотя, как известно, за тем же Тимуром Ивановым разработка велась много лет. И понятно, что это не единственный чиновник в Министерстве обороны, которого разрабатывают. То, что сейчас пока арестованы два человека, но, скорее всего, это только начало. И практически все, кто занимался хозяйственной деятельностью в Министерстве обороны, они находятся в зоне риска. И мы видим, что Сергей Шойгу в настоящее время не может отстаивать интересы своей команды. И не очень понятно, пытается ли. Ну, получается, что это реализуется все то, о чем когда-то говорил Пригожин, ныне покойный. Да, вот это и есть те самые коррупционеры, это и есть те самые воры в погонах. Видимо, знал что-то об этих делах, разработках? Пригожин, конечно, хорошо знал ситуацию внутри Министерства, потому что, во-первых, он сам был поставщиком армии, как известно, одним из крупнейших. Во-вторых, он дружил с генералами в генштабе. Во время мятежа стало понятно, с какими. Ну, самый известный из них Суровикин, был еще генерал Алексеев, видимо, ряд других персонажей. Но, естественно, само по себе давление Пригожина вряд ли могло привести к уголовным делам и каким-то изменениям. Это было бы слишком серьезным. Если бы Путин это пошел, это было бы слишком серьезным таким шагом по увеличению влияния Пригожина. Он этого явно и не хотел. И не зря. А, кстати, вот Суровикин, Алексеев, эти как-то имена исчезли. Следует ждать того, что они вновь всплывут, может быть, в Минобороны или помощниками станут, как вот Дюмин? Ну, периодически такие слухи и возникают. Тем более, что особенно активно сейчас возникали эти слухи накануне как раз смены правительства. Там публиковались разные фотографии передвижений Суровикина того же. Но вообще вероятность этого на самом деле не такая большая, потому что все-таки таких персонажей старается Путин держать деньги подальше. Вот там в Африке, пускай они там сидят, занимаются африканскими проектами. То есть люди склонны к мятежу. Поэтому с Дюмином немножко другая ситуация. Все-таки это человек, близкий лично Путину. И его роль в мятеже Пригожина не ясна до сих пор. Это одна из главных загадок мятежа, что случилось, собственно, в Тульской области, потому что именно в Тульской области продвижение Вагнера остановилось. И что конкретно там делал Дюмин, это предмет для различных версий, догадок. Существует предположение, что на самом деле Дюмин как раз был посредником, который уговорил Пригожина остановиться, а потом уже появился Александр Лукашенко. Поэтому здесь, скорее всего, у Путина нет к Дюмину каких-то серьезных претензий относительно Вагнера. Вот вы только что упомянули, что Шойгу не в состоянии, видимо, в аппаратном смысле, не в состоянии защищать своих подчиненных был. Теперь он вообще переведен на другую работу, как у них там принято говорить. Путин, как сам выходец из спецслужб, очевидно, руку на пульсе спецслужб держит всегда, всех своих спецслужб. Означает ли вот эта слабость Шойгу и это неожиданное назначение Белоусова, то, что Путин теперь лично в ручном режиме управляет Министерством обороны? Путин и так занимался управлением Министерством обороны в том смысле, что он занимался в ручном режиме и занимается войной. Да, мы знаем, что он постоянно получает сводки там, активно участвует, периодически даже бывал в разных штабах, но Путин, конечно, не занимается хозяйственной деятельностью Министерства обороны и не будет этим заниматься. Это институтное дело. Для того, чтобы заниматься хозяйственной деятельностью, он туда и отправил Белоусова, потому что это человек, которому он лично доверяет и которому можно поручить максимально расчистить Министерство обороны от тех коррупционных проблем. То есть с точки зрения Путина провал армии, видимо, был связан с серьезным недокомплектом вооружениями, которое, видимо, было вызвано масштабным воровством. И задача Белоусова — повысить эффективность трат. Вот как раз об этом. Каждый рубль из бюджета должен идти на войну. Об этом заявил новоназначенный министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Он также перечислил задачи, которые перед ним поставил Путин. В первую очередь, это интегрировать экономику вооруженных сил в экономику страны. Белоусов добавил, что все ресурсы России должны работать якобы на победу, обеспечение потребностей российских оккупантов. Кроме того, одной из его задач является набор людей на войну. Отмечается, что представление нового министра прошло накануне не совсем стандартно. Путин собрал их всех, вернее, не всех, собрал бывшего министра и Белоусова у себя в Кремле. Также были главы военных округов и один из руководителей, по-моему, глава ВДВ был генерал. То есть такой необычный состав. Следует ли разбираться в этом? Или это уж совсем какая-то Византия и личные прихоти Путина? Как он именно представил Белоусова? Ну, да, это достаточно важная, на самом деле, встреча, потому что на этой встрече были те генералы, которые на сегодняшний момент могут чувствовать себя в неприкосновенности. То есть те представители Минобороны, которых на эту встречу не позвали, там не было, по-моему, ни одного заместителя министра обороны, они, конечно, должны нервничать. А зачем так сделано? Ну, чтобы ненароком не оказался рядом тот, кто под уголовным делом может быть? Ну, конечно, те, кто находятся в разработке, об этом известно в Кремле, эти донесения как бы папочкой складываются, поэтому, конечно, такие фигуры не должны участвовать в встречании на лучшем уровне. А если вот приглядеться к Белоусову, часто говорилось о том, что есть совсем ястребы рядом с Путиным, это назывался Патрушев, в первую очередь, и люди к нему близкие. А что можно о Белоусове сказать из опыта вашего? Он занимал разные должности, на Олимпе находится много лет. Что за человек? Фанатик? Не фанатик? Русский мир у него в голове? Там в каком виде присутствует? Белоусов достаточно интересная фигура, потому что он сильно отличается от остальных путинских чиновников. Но, прежде всего, он действительно ведет довольно скромный публичный образ жизни. Он действительно, как написал Блумберг, часто посещает концерты классической музыки и ходит в картинные галереи. Неоднократно, кстати, я самого встречал в Стретяковской галерее, например, куда он просто ходил в выходные дни с картинами со своими детьми. Но как администратор он известен как достаточно холодный, жесткий и щепетильный. У него собственная идеологическая база в голове. Это скорее такая госкапиталистическая экономика, которой он придерживается. Он, конечно, абсолютный государственник с точки зрения своих взглядов. И государственники, они, как известно, служат государю. И поэтому в этом смысле, конечно, можно сказать, что он фанатик, как человек, который предан лично Путину. И считает, что нужно укреплять Россию таким образом, как этого просит Путин. Меня просто, знаете, несколько насторожили отрывки из его интервью, которые в последние дни активно выкладываются. Честно сказать, я раньше даже не обращал внимания на его какие-то интервью, на общие темы. И вот в этих отрывках он рассуждает о философе Линия, о Достоевском, о скрепах, о консервативной повестке. Выложили фото, где он в стихаре, в православном алтаре находится. Вот об этом что-то известно. Но, судя по словам, там в полный комплект. Конечно, он придерживается в этом смысле консервативных и таких православных, почти монархических взглядов. Но нельзя сказать, что он, знаете, такой вот ура-патриот, даже уровня Малафеева, который там призывает. То есть он достаточно спокоен. И в этом смысле он не атомный православный, как есть такие люди, достаточно большая группа. Нельзя сказать, что он относится к ним. Он всё-таки интеллектуально развит очень сильно. Это тоже выделяет на общем фоне российских чиновников. Ну да, считается, что он вхож в группу вот этих людей, которые посещают Дивеевский монастырь, куда входит там тот же Мишустин, Кириенко. У них есть такая вот православная группа. Но это там не та группа, которую там олицетворяют другие товарищи. Да, там Малафеев тот же, титопатриарх Тихон. Спасибо, Алексей. Помогли немного разобраться в том, что там происходит и в Министерстве обороны, и в личности нового министра обороны Российской Федерации. Благодарим вас, Алексей Левченко, российский журналист, был гостем этой части эфира. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.